так всем добрый день сегодня начнем рассматривать пример который обещал в предыдущих видео рассмотреть по расчету системы напольного отопления то есть уже стандартный пример то есть у нас здание двухэтажное на котором нужно запроектировать систему отопления теплых полов так что из себя представлять будет то есть мы возьмем на каждом этаже по четыре контура прихожей расположен непосредственно сам стояк и коллекторы которому будут подключаться контуры система отопления теплого пола так ну и непосредственно к от стояка то есть введут трубопроводы на смесительный узел ну и который будет подключаться в первом приближении к котлу на втором этаже принцип тот же самый то есть стояки поднимаются через первый этаж на второй дальше здесь система коллекторов также идет распределение в отдельно стоящее помещение и то есть снабжается непосредственно каждое помещение посредством систем теплых полов так ну и в разрезе тоже самое показано где будет располагаться напольное отопление в конструкции перекрытий так и еще один момент то есть если вы внимательно смотрели то же самое на этом канале лекции по системам теплых полов то здесь мы выполним условия которые рекомендуют непосредственно в нормативной литературе а именно отступать от наружных стен пол метра ну а внутренних стен 0,3 метра хотя мы в последующем одним из вариантов расчета рассмотрим когда у вас задействована полностью вся площадь пола ну а эти места необходимо оставить для того ну во первых для транзитных линий благодаря которым будет снабжаться каждый контур в каждой в каждом помещении ну либо еще для некоторых коммуникаций инженерных для проводки например электричество тоже понадобится некоторая площадь ну и еще плюс тот момент что вот например на кухне у вас будут кухонные гарнитуры то есть там система столов ну и эти системы столов будут примыкать непосредственно краю ограждения ну и тем самым отсекает тот тепловой поток который идет непосредственно от пола в помещении то же самое если у вас есть где-то камины то есть под каминами тоже не рекомендуют проводить разводку трубопроводов сами понимаете что эта площадь не будет участвовать в тепловом потоке который будет идти непосредственно в помещении поэтому то есть так площадь у нас составляет 5 на 5 25 квадратных метров так ну и если у нас 5 вычесть 0,8 то есть пол метра с одной стороны 300 0,3 метра с другой стороны то получается у нас длина контура составляет 4,2 метра так ну и умножить получается у нас площадь теплого пола в которой будет происходить разводка трубопровода составляет 17,6 то есть вот этой площади будем пользоваться для того чтобы в последующем возместить те теплопотери которые идут через ограждающие конструкции ну и путем вентиляции так и оставим так теперь в качестве основных данных мы воспользуемся теми данными которые уже у нас есть тоже самое видео по расчету данной программе присутствует двух вариантах есть вариант лекции есть вариант более подробная разбора каждого составляющей как заполняется и так далее то есть смотрите ну и в результате решения то есть у нас получились следующие значения по потерям в этих помещениях так и я напоминаю то есть мы рассматривали то есть 101, 102, 103, 104 ну и во втором этаже тоже самое 201, 202, 203 и 204 чтобы было понятно и напомнил те видео которые у нас были непосредственно разобраны и присутствуют на данном канале то есть смотрите подсказки будут видео то есть всегда вы можете найти и видео и более подробно посмотреть то есть мы воспользуемся вот этими данными которые рассчитаны ну и представлены непосредственно для нашего района строительства то есть вот такие получились теплопотери при сопутствующих ограждающих конструкциях то есть которые здесь мы установили и рассмотрели то есть пирог наружной стены и так далее то есть результат у нас получили следующее значение это на максимально наружную температуру наименьшую то есть это минус 3 4 градуса цельсия так средняя температура в нашей зоне составляет зимнего периода составляет минус 5,6 градуса вот ну а минус 3 4 случается не часто но бывает соответственно нужно возместить эти все теплопотери средствами отопления так и еще один момент есть у нас уже также разобранный пример система теплых полов принципы расчета то есть которые представлены также на этом канале ну и чтобы у меня взять уже готовые варианты как это делается все я покажу то есть уже готовые теплые полы то есть можем рассмотреть то есть то что у нас было в этом примере то есть я именно эти конструкции возьму для расчетов вот здесь вот на первом этаже у нас был пол на грунте то есть толщина изоляция здесь все показано как это все набиралось смотрите на моем канале видео так ну и еще один вариант это уже на втором этаже здесь полметра но можем мы взять даже не пол метра можем взять и например и 30 сантиметров ввиду того что перекрытие находится над отапливаемым помещением то есть и здесь толщина тепловой изоляции может быть ниже он давать сейчас посмотрим расчет проведем так сохраним под моим именем так ну и рассчитаем так ну вот у вас опять появляются ошибки но эта ошибка я уже говорил чем заключается так ну вот то есть мы тоже самое посчитали и результат у нас получился аналогичный то есть достаточно три сантиметров тепловой изоляции под трубопроводами а всего три сантиметра то есть то есть мы все это наглядно видели здесь так ну и вот что я хотел сказать в первое видео в котором будем рассматривать систему напольного отопления конкретного примера так всем спасибо за внимание ну и до следующего видео в котором уже будем непосредственно рассматривать и проектировать ту систему которую хотим выполнить для данного строения и так до следующего видео